Щипная птица счастья Деревянную щипную птицу принято называть птица счастья, хотя в Архангельской области зафиксированы и другие ее названия. Чаще всего ее называют поморский голубок. На пиннике птичек из щипы именуют голубком или гулькой. Верховажья деревянных птиц называли курушками. В 60-х годах 20 века искусство изготовления было практически утрачено. Носителем и возродителем традиции изготовления птиц был мастер Мартын Филиппович Фатьянов из деревни Селище Лешуконского района Архангельской области. В деревне открыт небольшой музей, посвященный его творчеству. Существует древняя легенда о том, как появилась птица счастья. Однажды морозной зимой, примерно 300 лет назад, в одной деревне Архангельской губернии от болезни умирал маленький мальчик. Родители отчаялись вылечить своего сына, так как никакие лекарства и лечебные травы не помогали, а в родине бессильны. Папа мальчишки щепил лучину, когда сын спросил его, папа, а когда придет весна? На что отец ответил, когда прилетят птички, так и наступит весна. Вот когда прилетят птички, тогда и я пойду на поправку, сказал мальчик, и крепко уснул. И тогда у отца возникла идея вырезать птичку из дерева. Сразу же он принялся за работу. Вырубил туловище птицы и тонкие деревянные перышки, которые собирались в пышное оперенье. Дивную птицу было решено подвесить над кроваткой больного ребенка. Мальчик пошел на поправку, ежедневно наблюдая полет пышно-оперой птицы, разглядывая тени, которые она отбрасывала своими резными крыльями, не иначе, как чудо. С тех пор птицу счастья подвешивают над колыбелькой. Пусть кроха любуется прекрасным узором, а птица крыльев будет защищать малыша от бед и несчастий. Сергей Васильевич Максимов в своей книге «Год на севере» писал, что голубков делали в Архангельской губернии повсеместно. Они были непременным атрибутом поморской избы. Ими украшали скиты поморские старообрядцы, голубки из лучинок, досужество умелых скитников, прикрепленные к потолку радиоглиния. Они были украшениями домов мурманских промышленников. Михаил Михайлович Пришвин в своих путевых заметках за волшебным колобком описал фигурку птицы следующим образом. Я в чистой комнате зажиточного помора. Посреди нее свешивается вырезанный из дерева, окрашенный в сизую краску, голубок. А в рассказе по Маймаксе еще раз использовал этот образ. На него будут смотреть из угла преподобные Зосимой и Саватий, а с потолка вырезанные из дерева и окрашенные в синюю краску голубеночек, вроде бы как святой дух. Много раз в своих произведениях автор заостряет свое внимание на необычном украшении домов поморских жителей. Поморский старообрядческий голубь – это элемент этнических и религиозных верований поморских народов. Птицу счастья, как семейный оберег, подвешивали в красном углу деревянной комнаты, рядом с обеденным столом. По вечерам, когда семья собиралась вместе за ужином, на стол ставили большой самовар. От горячего пара резная птица начинала медленно кружиться вокруг своей оси, как будто осматривая свои владения. Нина Ивановна Гагенторн в рассказе «Путь к северу» также упомянула щепную птицу, которая была украшением поморского дома. Покачивалась привешенная на веревочке к оконному наличнику резное суденышко. Оно было так искусно вырезано и оснащено, что, казалось, приплыло сюда из океана, чудом не увеличившись, и повисло на окне. По бокам его покачивались на таких же шнурочках резанные из тонких стружек птицы. Одна, распустив разноцветный хвост, повернула голову к морю. Другая с девичьим лицом и в высокой короне смотрела в комнату, сложив на груди ярко-синие крылья. Раньше архангельские мастера делали не только щепную птицу, но и щепных лошадей и оленей. У оленей особенно аккуратно надо было делать рога. При малейшей неточности они отваливались. Ноги оленей делались разной высоты. Передние короче, чем задние, чтобы казалось, что он бежит. Изготовлением щепных птиц чаще всего занимались мастера-корзинщики, которые расщепляли древесину на тонкие пластины, дранки, из которых делали корзины и лукошки. Туловище птицы красили голубой краской, а края обводили красным цветом. Верховашье курушки славились тонким расщепом и красивой декоративной раскраской. А щепные птицы шенкурских мастеров поражали размером около полуметра в диаметре и венцом на голове. Деревянную жар-птицу хозяин дома чаще всего делал сам. Благо инструменты для этого требовались самые простые – нож да топор. Отец передавал свое мастерство сыновьям, а те, вырастая, учили делать диковинных птиц своих детей. И так на протяжении многих десятилетий сохранялось у северян это удивительное ремесло. Секреты изготовления щепных птиц не потеряны в наше время. Сегодня не только деревенские жители, но и горожане охотно украшают свои квартиры забавными щепными скульптурами. В основе изготовления щепной птицы лежит традиционный прием плотницкого ремесла – расщепление древесины. Для легкого расщепления и расслоения мастер должен был соблюсти два условия. Древесина должна быть хвойной породы и влажная. Мягкая и гибкая, она легко принимает нужную форму, может сгибаться, не ломаясь. Птицу счастье изготавливают из цельного деревянного бруска или щепы, поэтому еще одно ее название – щепная птица. Обычно используются дерево пихты, сосны, ели или кедра, так как их древесина легко расщепляется на тонкие пластины и хорошо гнется. Для соединения деталей не используют дополнительные материалы, типа клея, гвоздей или прочих крепежей. Каждая перышко вырезается тонким лепестком и изгибается специальным образом. Процесс тонкого отделения слоев – самая ответственная и сложная операция при создании птицы. Брусочки соединяются между собой, а потом мастер распускает перья, крыльев и хвоста. Пёрышки соединяются между собой нитями. Мастера, пытаясь продемонстрировать истинную красоту дерева, подбирают текстуру древесного слоя под оперение птички, выделяя форму туловища, головы и хвостика. Сейчас мифическую птицу счастья не окрашивают красками и не покрывают лаком преднамеренно. Считается, что только настоящее живое дерево полагает на человека. По прошествии времени деревянная птичка приобретает бронзовый оттенок. Такая необычная игрушка прекрасно впишется в интерьер любого современного дома. Особенно эффектно будет выглядеть полет птицы счастья, если ее традиционно подвесить рядом с источником света. Люди будут проходить сквозь тонкий резной узор крылышек, создавая необычные тени. Старину птицу расписывали. В каждой местности птицу счастья раскрашивали в цвета традиционной местной росписи. На мизине в черной и красной, в каргополе красный, синий и зеленый, на ваге красный и оранжевый, в шенгурске, в оливковый и охристовый цвета. Роспись была очень сдержанная. Крашеную птичку для закрепления покрывали олифой, что придавало дереву золотистый цвет и защищало от внешних воздействий. В 60-х годах 20 века искусство изготовления было практически утрачено. Лишь в 80-х годах 20 века исследовательница русского севера Нина Филимонова нашла в деревне-селище Лишуконского района Архангельской области одного из последних мастеров, который умел резать обычный сувенир. Носителем и возродителем традиции изготовления птиц был мастер Мартын Филиппович Фатьянов. Глухарка Мартына Филипповича была изготовлена с великим чанием и излучала добро. Он осторожно дул на ее деревянные перья и птица поворачивалась по кругу, словно осмахивая свои владения. В золотистую фактуру сосновой дранки прекрасно вписывались красные и черные штрихи. Такое сочетание красок придавало вещи особый мизенский колорит. Сегодня многие мастера делают чипных птиц, сохранив технологию расщепа древесины, с древних времен мастера придали щипной птице ажурную декоративность. Нашим современникам скучно делать в больших объемах одинаковых птиц. В поисках разнообразия они создали около 15 видов, среди которых сорока, чибис, глухарь, ворона, чайка, воробей и другие. Для больших помещений хороший мастер может изготовить щипную птицу размером больше метра, но маленькую фигурку сделать труднее. Словно жар птицы из русских сказок, необычная щипная птичка защищает людей и помогает решить проблемы. Выбрасывать птицу, если она сломалась, нельзя. Ее нужно сжечь. Вот такая история у простой деревянной игрушки птицы счастья поморского голубка. А еще про эту птицу можно почитать в следующих книгах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...